МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Работа на опережение. Президент России поручил регионам создать цифровые платформы обратной связи с населением. В нашем регионе такая система уже внедрена. Ненецкий округ готов тиражировать свой опыт по реализации проектов народного бюджетирования. Об этом заявил глава региона, комментируя внесение соответствующего законопроекта в Госдуму. С интервалом в неделю. В Ненецком округе определены сроки проведения главных событий этой зимы. Речь идет о гонках на снегоходах Буранде и гонках на оленьих упряжках Семенхат-Мерита. О работе уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе. Какие вопросы удается решить Галине Гуляевой? Жители Ненецкого округа могут отправить письмо с поздравлениями ветеранам Великой Отечественной войны. В Ненецком округе стартовала всероссийская акция «Письмо Победы». Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета поручил регионам создать цифровые платформы обратной связи с населением. В ряде субъектов такая система уже внедрена. Например, в Ненецком округе эту функцию несет платформа «Народный контроль». Она запущена и действует с 2017 года. А в прошлом году появилось мобильное приложение для более оперативной работы. Подробнее о том, как работает «Народный контроль» в Ненецком округе – в нашем материале. Платформа «Народный контроль» в Ненецком округе действует уже третий год. Многие успели оценить ее по достоинству. Только в январе сюда обратилось более ста человек. Вопросы самые разнообразные – от жалоб на коммунальщиков до социальных вопросов и глобальных проектов. Для более оперативной работы создано мобильное приложение. Оно в данный момент доступно для «Андроида» и для «Айос». В принципе, для всех телефонов подходит. И достаточно удобно в пользовании. Допустим, сейчас мы хотим отправить в сообщение на «Народный контроль» с данным объектом, предметом, так скажем. Открываем, кстати, мобильное приложение. Оно автоматически определит нашу геолокацию. В открывшемся окне приложения можно оставить описание проблемы, сделать фотографию, прикрепить ее. После чего данное сообщение отправляется на рассмотрение модератора «Народного контроля». Они его обрабатывают и направляют на ответственное ведомство. По поручению Александра Цибульского сроки ответов актуализировали. И теперь они будут зависеть от характера обращения. Ответы на вопросы, касающиеся жизни и здоровья граждан, должны быть получены в течение одного-двух дней. На остальные обращения в течение пяти. Сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить круг исполнителей. Мы заключаем соглашение с управляющими компаниями. Органы государственной власти уже там находятся, работают. И органы местоправления. Сейчас мы подключаем управляющие компании. Как те структуры, которые первыми между населением и властью находятся, это, конечно, управляшки. И наибольшие вопросы, которые система народной контроля обрабатывает, это как раз связано с теми вопросами, которые управляющая компания и закрывает. Платформа «Народный контроль» – это своего рода одно окно, в которое любой житель региона может обратиться со своей проблемой, минуя рутину и извилистый путь от одного ведомства к другому в ее решении. Это удобно. Не надо задумываться, кто это. Управляющая компания, городская администрация, органы власти, какой-то департамент отдела написал обращение. И 100% гарантирует, что он попадет именно туда, кто ответственный за решение этого вопроса. Это 100% будет исполнено. В том плане, что попадет исполнителю. Другое дело, что мы сейчас работаем над тем, чтобы выстроить механизмы реального исполнения этого обращения. С начала этого года в «Народный контроль» уже обратилось порядка 100 человек. В прошлом году платформой воспользовались почти 1800 человек. Чаще всего обращения граждан касаются некачественной уборки дорог и других коммунальных проблем. Единая Россия внесла в Госдуму законопроект об инициативном или народном бюджетировании. Он позволяет гражданам самим решать, на что потратить средства бюджета в первую очередь. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, практика в регионах показывает, что такой подход весьма эффективен. Люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, поселке, городе стала комфортнее. В свою очередь, губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский высказался в поддержку данного законопроекта и сообщил о том, что Ненецкий округ готов тиражировать уже имеющийся опыт по реализации проектов инициативного бюджетирования. За последние два года мы реализовали более 40 проектов в рамках этой программы. Механизм ее реализации закреплен на уровне регионального законодательства. Финансирование каждого проекта из окружного бюджета составляет не более 89% от объема необходимых затрат, средства муниципального образования не менее 10%, еще 1% доля граждан, предпринимателей и юрлиц. При этом вклад жителей в реализацию инициативы предусматривается в различных формах, в том числе и трудовым участием, пояснил Александр Цибульский. Глава Ненецкого округа добавил, что уже имеющийся у региона опыт позволит окружному депутату в Госдуме Сергею Коткину принять активное участие в обсуждении законопроекта. Сенаторы от нашего региона в Совфеде также готовы подключиться к обсуждению проекта федерального закона о народном бюджетировании, добавил Александр Цибульский. В качестве примера народного участия в решении вопросов регионального значения губернатор Ненецкого округа привел также проект НАО-100, в рамках которого жители округа предложили для реализации на территории субъекта свои проекты. Путем общенародного голосования сотня проектов, которая получила наибольшее количество голосов в их поддержку, будет реализована в ближайшие 10 лет, к 100-летнему юбилею региона. В пул проектов НАО-100 вошли инициативы, связанные с благоустройством территорий, строительством дорог и объектов социального назначения, проекты в сфере образования, здравоохранения и спорта. Определены даты проведения снегоходных соревнований «Бурандэ» и гонок на оленях-упряжках «Семенхат-Мерита». Они пройдут с интервалом в неделю 14 и 21 марта соответственно. Даты утвердил губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский в ходе рабочей встречи со своим заместителем Натальей Сидоровой. На следующей неделе в администрации Ненецкого округа пройдет расширенное заседание Организационного комитета по подготовке к проведению двух крупнейших спортивных состязаний региона. В ходе Оргкомитета будут представлены проекты программ проведения соревнований, требования к участникам гонок, положения о состязаниях. Когда возобновит работу стоматологический кабинет, расположенный в четвертой школе, и возможно ли оказывать подобные услуги на базе других общеобразовательных организаций округа? Эти вопросы обсуждали сегодня на заседании постоянной комиссии окружного собрания депутатов по социальной политике. Участие в обсуждении принимали представители профильных департаментов округа, руководство стоматологической поликлиники и четвертой школы. Единственная общеобразовательная организация округа, в которой оборудован стоматологический кабинет – четвертая школа. Здесь с 2013 по 2015 годы детям оказывались услуги по лечению зубов. До настоящего времени кабинет не функционирует. Начиная с середины 2015 года были определенные проблемы с замещением этой должности, потому что врач, который работал, ушел по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. Предполагалось, что стоматологический кабинет вновь распахнет свои двери перед юными пациентами в сентябре 2018 года. Но возникли определенные сложности с документами. Стоматологический кабинет был подготовлен к работе, но там возникли определенные вопросы по оформлению документов, по использованию этого кабинета с стоматологической поликлиникой. Потому что, как было выше отмечено, что ранее это решение было оформлено на уровне муниципального образования, когда полномочия находились там. Соответственно, для продолжения деятельности нужно было оформить все документы в соответствии с действующим законодательством. Для того, чтобы стоматологический кабинет возобновил свою работу, необходимо заключить новый договор. До настоящего времени в адрес руководства школы поступило две заявки от окружной стоматологической поликлиники и индивидуального предпринимателя, которые готовы оказывать зубоврачебную помощь обучающимся школы. Как пояснил заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта НАО Евгений Милехин, для заключения договора директору школы необходимо направить в ведомство пакет документов. Если она хочет заключать с Федоровым договор, то надо сделать оценку рыночную, потому что это предприниматель. Мы не можем заключить с ним договор без оценки рыночной стоимости. Если она готова заключать с окружным государственным учреждением, то этот пакет достаточно без оценки рыночной стоимости. И вот на сегодняшний день, к сожалению, данный пакет в полном объеме предоставлен не был. Как Вера Васильевна уже пояснила, данный пакет предоставлен сегодня, часть есть, часть будет направлена до конца сегодняшнего дня. Депутаты регионального парламента в ходе заседания поручили ответственным лицам предоставить в собрание депутатов округа информацию о проделанной работе по решению этой проблемы и сроках, которые потребуются на эти цели, пока этот вопрос остался открытым. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Жестокое обращение с ребенком в поселке Индига. Тревожный сигнал стал поводом для посещения уполномоченным по правам ребенка Галины Гуляевой населенного пункта в январе этого года. Всего же в прошлом году за помощью к детскому омбудсмену по Нинницкому округу обратилось порядка 300 человек. Характер просьб самый разный – от школьных конфликтов до помощи в решении жилищных вопросов. Подробнее о работе уполномоченного в нашем следующем материале. Тревожные сигналы с поселка Индига. Жестокое обращение с ребенком. На такие обращения реагировать надо, что говорится, мгновенно. Сейчас идет расследование, это компетенция уже правоохранительных органов. Но, в общем-то, когда мы там были, был опрошен отчим, который, в общем-то, подозревался в жестоком обращении с ребенком. Ну и предварительно было выявлено, что да, факт этот подтвержден. Причем этот факт уже второй раз. Было уже в отношении него административное наказание за побои ребенку. И сейчас, если это все будет доказано, там уже наказание может быть более жестоким. В населенных пунктах алгоритм работы уполномоченного по правам ребенка такой. Встреча с педколлективом, родителями, рейды и беседы с семьями, которые нуждаются в дополнительном внимании. В прошлом году удалось побывать в восьми населенных пунктах, среди которых Бугрино, Красное, Нельминнос, Хангурей и другие. За помощью к детскому омбудсмену жители региона обращаются часто. Многие вопросы удается решить, либо создать условия для их решения. Другие, особенно касающиеся квартирных вопросов, решать гораздо сложнее. Еще один пласт обращений – помощь детям с ограниченными возможностями. Некоторые аспекты здесь можно отрегулировать только на федеральном уровне. Для привлечения к таким проблемам большего внимания уполномоченным организуются различные форумы. Такой формат позволяет высветить все проблемные точки, сразу же помочь на месте человеку, то есть мгновенно помочь, потому что привлекаем все структуры, которые ответственны за ту или иную область. И часть вопросов, которые у нас были озвучены на форуме, причем эти вопросы шли по обращениям в течение года, они находятся сейчас на стадии решения, разрешения. Кроме того, удалось привлечь внимание общественности к проблемам здоровья матерей. Совместно с Организацией «Матери России» в Наринмаре прошел форум «Сохрани жизнь маме», касающийся проблем по онкологии у женщин. Акцентировать внимание на проблемах подростков и найти альтернативные пути решения помог семинар, который для педагогов и родителей провел в Наринмаре кризисный психолог Михаил Хасминский. И все же львиная доля обращений – конфликты в учебных заведениях. К сожалению, у нас и статус учителя очень-очень упал. Я очень часто слышу от учителей, уважаемых людей, то, что совершенно спокойно сейчас они в свой адрес слышат и оскорбления, и унижения. И, конечно, это плохо, такого быть не должно. То есть падение статуса учителя – это тоже одна из проблем нашего времени. Чтобы нивелировать конфликты, в каждой школе действует служба медиации. Но, по мнению Галины Гуляевой, для более эффективной работы необходимо создавать независимую мобильную бригаду, которая будет экстренно реагировать на такие случаи и решать их. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Жители Наринмара могут принять участие в рейтинговом голосовании за пять предложенных ранее территорий. Это проекты по обустройству парковки по улице Швецова, зона отдыха в районе метеостанции, благоустройство территорий в районе улицы Рыбников, спортивно-игрового кластера в районе домов по улице Строительная и создание современной игровой территории в районе детского сада «Радуга». С помощью рейтингового голосования определяется очередь благоустройства. Александра Литкова продолжит. За три года реализации проекта формирования комфортной городской среды в окружной столице благоустроены 42 территории. Есть большие, особо заметные проекты, такие как набережная в морском порту, парк на лесозаводе и сквер влюбленных. А есть не такие масштабные, например, новые пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, проезды, газоны и парковки. С 17-го года реализуется у нас в России программа «Комфортная городская среда» по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина. С 17-го года горожане Наринмара очень активно в ней участвуют. За последние два года нам удалось благоустроить и повысить уровень комфорта на более чем 40 территориях. И в этом году общая сумма бюджетных сигнований предусмотрена в размере порядка 120 миллионов рублей. Это все уровни бюджета, федеральный, региональный и местный. Исперечные территории, за которые горожане проголосовали в 2019 году, остались без обновления две. Спортивные игровые площадки на пересечении улиц Менчикова и 60 лет СССР и по улице Комсомольская. Именно с этих двух проектов и начнется благоустройство в этом году. А это игровая площадка рядом с детским садом «Радуга», которую очень любят маленькие горожане. Но она сильно устарела. В планах мэрии сделать из нее современный спортивно-игровой комплекс. Ну, разумеется, необходимо современное. Территория большая, зданий целых четыре детей предостаточно. Нам, мне кажется, для совсем таких малышей надо побольше, да? Да, побольше и по-современнее, мне кажется. У детского сада на Швецово жители микрорайона и родители, дети которых ходят в ромашку, просят сделать парковку. Детям на детскую площадку тоже не подойти. Смотрите, кругом машины. Парковка вообще очень тут, конечно, нужна. Парковка, конечно, здесь необходима. Тем более, столько машин. Это только два проекта из пяти, которые участвуют в этом году в рейтингах голосования на очередность благоустройства. Как этого требует федеральный проект формирования комфортной городской среды. Территории, которые сейчас мы будем предлагать, они связаны с благоустройством автостоянок, детских дворовых площадок. Это такие большие территории, как у Рыбников 6А3. Это такие территории, как на улице Швецово, где садик Ромашка. Ну и ряд других. Наши горожане, конечно, будут определять, именно они определят очередность воплощения, реализации этих территорий и дворовых площадок. Кроме того, по словам Олега Белака, в этом году за счет муниципальной казны будут обустроены дворы многоквартирных домов, которые очень нуждаются в новых местах для стоянок, а также междворовые проезды и тротуары. В прошлом году специально для этого закупили большое количество дорожных плит и гравия. Еще одно приоритетное направление – ремонт действующих асфальтированных дорог и долгосрочная задача по озеленению Наринмара. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Письмо благодарности героям Великой Отечественной войны. В округе стартовала всероссийская акция «Письмо Победы». Первыми послания ветеранам написали ученики третьей школы. С подробностями – Любовь Пермякова. Сегодня в третьей школе необычный урок. На нем старшеклассники пишут письма благодарности ветерану Великой Отечественной войны. 28 ребят на специальных бланках поздравляют с приближающимися праздниками – Днем Защитника Отечества и Международным женским днем. Среди них десятиклассник – волонтер Победы Денис Воронин. У меня прадедушка участвовал в издательстве Кёнигсберга. Победу досталось очень тяжело, нам очень много людей погибло. И то, что мы не должны забывать о подвиге наших соотечественников. Право первыми сказать спасибо и поздравить ветеранов ученикам третьей школы дали не случайно. Ведь в этом образовательном учреждении создан самый многочисленный отряд волонтеров Победы. Сейчас в нашем отряде есть старшие отряды, это активисты. Те ребята, которые в том году прошли у нас обучение и участвовали во всех акциях. У нас их сейчас осталось порядка 15 человек. И новые ребята, это ребята 7-8 классов. Сейчас их насчитывается 25 человек. Ребята принимают активное участие во всех мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Сегодня все волонтеры вновь в строю. На встрече им показали ролик с личными историями ветеранов. Ответное слово героям от старшеклассников скоро придет в личном письме. Суть состоит в том, что ребята пишут слова благодарности ветеранам и героям Великой Отечественной войны. Поздравления. Могут у них что-то спросить. Ну то есть, допустим, рассказать какую-то историю, что их заинтересует. А еще у ребят есть возможность написать письма не только нашим ветеранам, но и ветеранам по всей России. Акция «Письмо Победы» продлится до 8 марта 2020 года. К ней присоединятся все населенные пункты Ненецкого автономного округа. Любовь Пермяков, Владислав Ткачев, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...